Остеопороз Это дырка То есть это заболевание, когда костная ткань разряжается Когда кость становится дырявая, если так очень по-простому сказать И из-за этого она становится хрупкой и ломкой Это системное заболевание, это не то, что происходит с какой-то одной косточкой Это происходит во всем организме И особенно страдают те части костей, которые находятся близко к суставам В чем проблема? Если кость такая хрупкая, она легко может сломаться И остеопороз, его коварство в том, что он бессимптомный Он никак себя не проявляет, ничего человека не беспокоит До тех пор, пока хрупкая кость в какой-то момент При каком-то неудачном, неловком движении или падении не ломается Но когда это происходит, то тогда у человека начинаются проблемы Самые частые места переломов при остеопорозе Это шейка бедра И тогда человек может вообще слечь Если, допустим, это пожилой человек То велика вероятность, что он слежет и уже не встанет Или операцию приходится делать Или перелом с нижней дистальной трети предплечья Когда человек падает и на руку опирается, падает Или же может быть перелом тела позвонка И вот это нас очень волнует Потому что когда происходит перелом, то тогда кость деформируется И когда кость деформируется, тогда получается та же проблема, как при сколиозе Я вам объяснял Когда уже неправильно распределяется нагрузка И тогда позвоночник начинает скручиваться А когда он начинает скручиваться, тогда теряется симметрия И очень быстро начинают происходить дегенеративные процессы в окружающих тканях И вот в этих межпозвонковых дисках, на которые нагрузка, видите, идет неравномерно С одной стороны, они больше утончаются И быстро разрушаются тогда Поэтому профилактика остеопороза – это еще и защита межпозвонковых дисков, помимо всего прочего Почему же возникает остеопороз? Почему кость теряет минералы, теряет свою хрупкость? Посмотрите, как устроена кость, видите Кость – это не просто какой-то камень Вещество, из которого построена кость, это органическое вещество, это волокна коллагена И на них, как бусинки, надеты минералы Минерал основной – это гидроксиапатит Кальция То есть кальций является кальций и фосфор – это основные элементы, которые входят в состав этого минерального вещества, который придает жесткость Но в то же время, видите, оно организовано в такие балки И внутри тут кровеносные сосуды проходят, и внутри здесь тоже живут клеточки Мы о них чуть позже поговорим Когда человек рождается и взрослеет, то в организме активно идут процессы роста И лет до 35 кость активно набирает минералы и кальций запасает И если ребенок много двигается, бегает по улице целыми днями, нормально питается, то у него запас кальция идет хороший После 35 уже начинает преобладать, наоборот, процессы Постепенно изменяется гормональный фон, начинают преобладать процессы разрушения И чем быстрее, чем больше человек теряет кальция каждый день, тем быстрее его кости станут хрупкими И тем быстрее может развиться остеопороз и случиться перелом То есть здесь важен образ жизни, и здесь очень важно питание И одно, и второе Для того, чтобы, во-первых, первые половины своей жизни набрать побольше кальция А тогда, когда уже в более старшем возрасте начинают преобладать другие процессы, не давать этому кальцию уходить И даже если он уходит, то чтобы как минимум свести эти потери Чтобы этого хватило до самой глубокой старости Как тот червяк дожил до глубокой старости Чтобы этого могло хватить Почему люди теряют кальций? Знаете, сегодня очень много говорят о кальции, очень много говорят и очень много рекламируют вам всяких препаратов, всего откуда взять кальций Но самым главной причиной, почему люди теряют кальций является малоподвижность Я вам это сейчас объясню Кость устроена таким образом, задумана, что она постоянно должна сжиматься и растягиваться Все время сжиматься и растягиваться Если этого не будет происходить, тогда кость начинает разрушаться Было проведено исследование, совсем недавно опубликовали в Великобритании Около 3000 человек изучали, 31-39 годов рождения Обнаружили, что очень важно, когда ты лечишь остеопороз или занимаешься его профилактикой А здесь предупредить остеопороз важнее, потому что когда у тебя уже остеопороз, тогда очень легко перелом получить И очень трудно назад кальций туда набрать, но можно тоже Это тоже зависит от этого Но обнаружили, что оказывается, те люди, у кого лучше развиты мышцы У кого больше мышечной ткани У тех кости достоверно в лучшем состоянии находятся А у тех, у кого саркопения, так называемая, что характеризует очень многих стариков Если так внимательно вокруг посмотрите, вы увидите, что у многих прямо видно, что там не мышцы, а одни пленочки остались от этих мышц А все остальное в лучшем случае жиром просто закрыто Это очень плохо, потому что это значит, что кости будут более разреженные Более остеопороз будут прогрессировать Кстати, риск падения, значит и переломов У пациентов с более сильными мышцами ниже И у людей, кто быстрее ходит, у тех ниже Хотя, казалось бы, когда быстрее ходишь, вроде бы чаще упадешь Оказывается, чем быстрее человек ходит по жизни, тем реже он падает и ломает себе что-то Поэтому для поддержания хорошего состояния костей очень важно поддерживать физическую форму Вот почему мы так много говорим о физических упражнениях Посмотрите, как устроена кость Это не сплошной кусок камня Минеральное вещество, костное вещество распределено здесь вот таким образом интересно Если вы присмотритесь, вот это бедренная кость, это бедро на разрезе Это позвонок на разрезе Вот вы видите, что здесь идут такие костные тробекулы, как балки или перекладины И они идут по определенным линиям Если вы присмотритесь и подумаете, то вы увидите, что эти линии расположены точно в том направлении, чтобы выдерживать нагрузку, которая на них давит Как раз вот, чтобы выдерживать нагрузку Ничего лишнего Как это работает? Посмотрите также на позвонки Видите, позвонки испытывают вертикальную нагрузку, поэтому здесь очень четкий рисунок идет Вот вертикальный, да? Видите? Ну и горизонтальный на то, чтобы противостоять сжатию Это связано с очень интересным явлением Может быть кто-то помнит из физики Есть такое явление пьезоэлектрический эффект Есть вещества Чаще всего это минералы Которые, если на них давишь или наоборот их растягиваешь, в них возникает, генерируется электрический заряд на поверхности То есть возникает потенциал Искра появляется И минерал, из которого сделана кость, он тоже относится к этой категории То есть когда на кость что-то давит или наоборот ее растягивает, там возникает электрический ток И что происходит? В нашей кости тоже живут клеточки Так же как и в наших хрящах, в межпозвонковых дисках живут хондроциты Помните эти клеточки, да? Кости, в костях тоже живут клетки И они занимаются тем, чтобы постоянно эту кость перестраивать Некоторые люди думают, что кость это что-то, что вот все время постоянно сохраняется На самом деле все наши кости постоянно разбираются и строятся заново Разбираются и строятся заново Смотрите, как это работает Здесь есть два вида клеток Есть остеобласты И есть остеокласты Чуть-чуть похоже? Но они совершенно разными делами занимаются Остеобласты занимаются тем, что они постоянно строят кость И вот в пределах кость снаружи покрыта пленочкой такой надкосницей Слышали, может быть, надкосница Да, и даже видят мои соболезнования А, мясо, я думал Хорошо Так вот, что Остеобласты везде ходят по кости в пределах этой пленочки И где есть какая-то хоть маленькая дырочка, они ее сразу заделывают То есть они все вокруг себя заделывают, заделывают, заделывают минералом А остеокласты, наоборот, их работа заключается в том, чтобы ходить и постоянно поедать И вот они идут и так вот по прямой И все поедают, 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 поедают Поэтому пройдут остеобласты, все заделают, 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 заделают. Потом за ними следом тут же идут остеобласты и все разбирают, разбирают, разъедают. Потом тогда следом за ними снова идут остеобласты и начинают заделывать, заделывать. И бесконечно это делают. Но есть один маленький секрет, нюанс. Дело в том, что остеобластам разрешено все время заниматься своей работой. А остеобластам запрещено съедать ту кость, на которой есть электрический заряд. То есть остеокласт подходит, но если это кость испытывает нагрузку физическую, давление, и заряд, искра возникает, тогда остеокласт не может это трогать. Он проходит мимо, идет дальше, ищет, где есть то, что он мог бы съесть. Понимаете? Если вы подумаете хорошенько, то вы поймете, что остеокласты прошли, все заделали, а потом остеокласты прошли и съели только то, чем человек не пользуется. А оставили в тех местах, которыми пользуется. И получается, что кость постоянно перестраивается, чтобы идеально соответствовать тем нагрузкам, которые человек испытывает. Вот такую удивительную вещь Бог сделал, представляете? И поэтому хороший патологоанатом очень много может сказать, если в его распоряжении будет только кости человека, он может очень много рассказать. Он может сказать, какая у него была профессия, был ли он замужем или женат и так далее, и так далее. Потому что наше тело, с костью в том числе, на них остается отпечаток нашей жизни. Они постоянно подстраиваются под то, как мы живем. Это мудро, это правильно, и это очень хорошая новость. Потому что это значит, что многое, даже с костями, многое можно исправить, если правильно действовать. Когда остеобласт прошел и заделал все, то он оказывается как бы в ловушке. Он все застроил вокруг себя, задел. И он остается на всю жизнь там, он тогда превращается в остеоцит. И он всю свою жизнь тогда живет в таком замурованном виде. Но он постоянно связан, маленькие такие канальчики остаются, он постоянно связан. Они друг с другом и с поверхностью кости связаны. И если кость испытывает на себе нагрузку периодическую, то тогда там тоже идет движение жидкости. И вот по этим тоненьким канальцам остеоциты получают питательные вещества и кислород. Им же тоже надо, пусть и не так много, потому что они там особо сильно не напрягаются, но все равно. Потому что если вдруг остеоцит перестанет поступать кислородопитательные вещества, получать перестанет, то тогда что с ним произойдет? Он умрет. А если он умрет, то тогда в этой части кости будет некроз. И тогда придут остеокласты и съедят, и тут будет дырка. Поэтому то, как мы живем, напрямую влияет. Вот здесь фотографировали даже ученые этот процесс. Вот тут идут остеокласты, они съедают все, а вот остеобласты заделывают, вот видите, новый слой кости создают. Вот прямо вот здесь, в этом месте. Это объясняет, почему спортсменов, которые физически тренируются, очень всегда крепкие и тяжелые кости. Вы должны знать, что тяжелые кости – это не просто, что человек с рождения получил. Когда кость испытывает на себе постоянно большую нагрузку, она становится тяжелой, в ней много тогда запасается минерала. И когда они регулярно тренируются, они очень… Остеокласты не могут их кости съедать, потому что они все время испытывают на себе нагрузку, постоянно регулярные нагрузки. И тогда кости только прибавляются, 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 ну, в разумных пределах. И у них хорошие, мощные, крепкие кости, они никогда не ломаются, почти никогда. У космонавтов противоположное происходит. Когда человек летит в космос, в космосе нету гравитации. Мы про гравитацию задумываемся только тогда, когда видим, что кто-то падает. Но эта сила постоянно на нас действует, постоянно на наше тело. Это очень сильная сила. И поэтому, когда человек оказывается в космосе, гравитация там не действует, и на кости не действует сила, исчезает искра, и для остокластов начинается настоящий пир. И они начинают просто все вокруг поедать. И поэтому, когда космонавт побыл немного там и возвращается на землю, то он не спрыгивает с трапа, а его берут, вот так вот сажают на кресло, и потом с ним проводят реабилитацию несколько месяцев, чтобы вернуть ему... Потому что остокласты за несколько недель все могут разобрать, но для того, чтобы назад застроить, нужно несколько месяцев для остокластов. Это объясняет, например, вот такие вещи, как пяточная шпора. Вот здесь у нас стопа, я вам, помните, рассказывал, тут у нас есть сухожилие, сухожильное такое растяжение, которое натягивает ее, как тетивую. У нас, получается, здесь амортизатор. Но когда человек, например, носит каблуки, или у него нетренированные мышцы, и ослаблен этот свод, или он неправильную и плохую обувь носит, и тогда это сухожильное растяжение испытывает на себя очень большую нагрузку. И вот в этом месте, где оно крепится, оно может оторваться от кости вместе с надкосницей, и здесь создается пустота. Тогда остеобласты приходят, и что делают здесь? Заделывают дырки. Они все дырки заделывают. И если это регулярно продолжается, она потихоньку так оттягивает, и оттягивается, и тут получается такой костный вырост. И он такой болезненный, болезненный. И люди приходят и говорят, что делать? Что делать? Ну вот, вы начинаете сразу массаж, кто на что гораст. А если подумать теперь хорошенько, почему выросла эта косточка? Наоборот, ее нагрузка есть, и оторвала надкосницу, и она выросла из пустота. Но здесь неправильная нагрузка, потому что человек каблуки носит. Он подумал, а это доктор просто так рассказал, это меня не касается. У него плоскостопие или еще что-то. Обувь плохая. Правильно, надо сначала определиться, из-за чего у вас это, и выбросить. Или решить проблему. Если у вас плоскостопие, стельки нужно, начать заниматься, мышцы укрепить голени. Вот это нужно делать, а не сразу думать, какой массаж или какое-нибудь лекарство. Очень эффективно, я согласен. Но понимаете, если пожар, и с одной стороны льют, водой заливают, а с другой стороны со шланга бензином поливают, то понимаете, можно бесконечно так тушить. Оно эффективно, только можно очень долго тушить. Надо всегда, нужно причину убрать сначала. И тогда вы легко, и тогда все массажи, все остальное будет действительно эффективны, будет тогда хорошо работать. Но вариантов есть много разных, что можно здесь предпринимать, но всегда очень важно, чтобы понимать, почему это происходит. Вот то же самое, например, этот же принцип используют, когда кость ломается. Если без смещения перелом, то тогда хирурги берут и фиксируют эту кость вот таким аппаратом. Видели когда-нибудь аппарат Элизарова? И стягивают, сжимают их. И вот здесь получается, что кости давят друг на друга в этом месте. А когда они здесь давят, здесь возникает электрическая искра, и начинает волокна коллагена прорастать. И остеобласты приходят и начинают откладывать там кальций, и формируется костная мозоль здесь. А потом берут и, наоборот, начинают растягивать. И пока она еще крепко не окостенела, начинают ее растягивать, и можно так кость вырастить даже на несколько сантиметров. У кого бывает, если кто-то рождается с более короткими ногами, то так специально делают, ломают и потом выращивают кость. Что вы охаете так? Знаете, какие люди потом счастливые? Это очень большое мучение, когда у тебя одна нога короче другой на несколько сантиметров. Это инвалидность фактически. Постоянно нужно обувь разную носить и так далее. Это очень тяжело жить так. Но это все решаемо сегодня. Это все на этих законах основано. То же происходит и с телами позвонков. При остеохондрозе. Когда межпозвонковые диски начинают дегенерировать, уменьшается их высота, тогда фиброзное кольцо выпячивается, и оно тянет за собой кость, и кость начинает вот так вот распластвоваться. Я вам объяснял, зачем это нужно. Увеличивается площадь. А если площадь увеличивается, то тогда уменьшается нагрузка на единицу площади. То есть это защитная реакция, чтобы спасти оставшийся межпозвонковый диск. Ну а если человек ничего не будет делать, ну на худой конец тогда его срастить просто, да и все. Если уже говорить. Ну если доктор объясняет, 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 а человек все равно живет как себе хочет. Ну что тогда еще делать? Ну вы понимаете. Мы пытаемся помочь вашему организму. А организм уже должен что-то делать. Если ничего не получается, то остаются только крайние меры. Было продемонстрировано, что если человек не испытывает регулярной нагрузки, тогда остеоциты начинают умирать. И если 24 часа отсутствует нагрузка, они начинают умирать. Поэтому нельзя день просто провести в постели. Даже если вы, не знаю, там самый лежачий больной. Нужно хотя бы встать и хотя бы пару минут походить. Обязательно. Каждый день кости должны испытывать на себе динамическую нагрузку. То есть от движения. Какие полезны будут упражнения для людей, у кого есть остеопороз? В чем проблема? Легко кость может ломаться. Но надо нагрузку дать. Какие упражнения мы порекомендуем? Ходьба будет хорошо? Однозначно будет хорошо ходьба. Правда, очень часто остеопороз сопровождается еще тем, что разрушаются суставы, колено или тазобедренное, например. И такие люди не могут много ходить, у них сразу начинают суставы болеть. И тогда мы говорим людям, хорошо, есть вот такие замечательные палочки, скандинавская ходьба. И когда человек использует эти палочки, то часть нагрузки идет не на коленки и тазобедренные суставы, а идет на верхний плечевой пояс. И тогда человек может очень много ходить таким образом. И тогда кости быстро смогут набрать кальций, который им не достает. Будет ли плавание полезно, если у человека остеопороз? Почему? Что происходит с весом человека, когда он в воду погружается? Закона Вагадра. Вес уменьшается. Действие силы гравитации на тело увеличивается или уменьшается? А если гравитация уменьшается, что будет с костей происходить в этот момент? Поэтому здесь палка в двух концах. С одной стороны, вы вроде мышцы тренируете, это неплохо, но с другой стороны, это не та нагрузка, которая позволит вам быстро укрепить свои кости. То есть для мышц позвоночника это будет хорошо, а для костей малоэффективно. А эффективно будет, если вы возьмете какой-нибудь тюфяк и подошьете туда мешочки с песком, или на ноги, надевают специально грузики такие. Ну, это дешево. Можете сходить и там дорогие купить, грузики надеть, и носить, и каждый день по нескольку часов носить. И это очень эффективно позволяет набрать в кости кальция. Но помните, что это очень важно. Ну, давайте так еще пройдемся и перечислим остальных наших врагов. Во-первых. Во-вторых, табак и алкоголь. Ну, понятно, это яда, они убивают костные клетки. А если костные клетки погибают, тогда что с костью будет происходить в этом месте? Кальций будет уходить. Кофеин. Кофеин – это очень серьезная проблема. Я вам это так постараюсь очень просто объяснить. Некоторые растения создают некоторые очень ядовитые вещества, чтобы их никто не ел. Защищаются от животных. И вот кофеин относится к категории таких веществ, которые растения вырабатывают, чтобы защитить себя от поедания. Поэтому эти вещества призваны убивать или, по крайней мере, разрушать организм тех, кто попытается есть это растение. Посмотрите, что происходит с пауком. Вот это австралийский паук. Смотрите, какую красивую паутину он плетет. Видите? Это самая большая паутина в мире. Но если ему дали выпить кофе, ну, дали ему дозу, которая для него эквивалентна дозе для взрослого две чашки кофе. Ну, там капелька, но это как для нас две чашки кофе. Вот посмотрите, что он сплел. Спустя 48 часов. Спустя двое суток. Это были две чашки кофе позавчера. Когда дали ему четыре чашки кофе, он так вот повис на ниточке и висел. Ему муху туда положили, он даже не отреагировал на это. Только спустя сколько? Сколько это суток? 96 часов. Четверо суток действие кофеина полностью ушло, и он был в состоянии сплести нормальную паутину. И не говорите мне, что кофе или этот вот вам рекламируют зеленый чай. Зеленый чай – напиток богов. Пейте на здоровье. Не говорите мне, что это полезно для мозга. Потому что вы видите, что кофеин действует на нервную систему точно так же, как и любые другие наркотики. Марихуана, экстази, ЛСД. Я не думаю, что кто-то станет их рекламировать, потому что они обладают стимулирующими действиями. Это наркотики. Кофеин тоже является возбуждающим веществом. Кроме того, по своему строению кофеин – это кофе. И в чае чуть меньше содержится. В чае больше теофилина похожего вещества. Кстати, в чае содержится еще никотин. Для тех, кто не любит курящих, но увлекается чаем. Чтобы вы знали, что это то же самое. Теобрамин – это в какао, бабах, шоколаде. Они чуть-чуть отличаются по химическому строению. Чуть-чуть отличаются по своему действию на организм, но принципиально одинаково. Они очень похожи на вещество, которое… Я вам про это чуть больше завтра расскажу. Про вещество, которое входит в ДНК. И иногда вместо него туда встраивается, происходит генетическая мутация. И никто не расскажет вам статистику, сколько врожденных уродств рождается в ваших домах. Из-за того, что мамы пьют этот хваленый зеленый чай, кофе и все остальное. Что делает кофеин с нашей клеткой? Вот клетка, и вот у нее есть рецепторы, через которые он от мозга получает сигнал, информацию. И есть гормон-стимулятор, например, глюкогон или адреналин, который должен в клетке активировать образование энергии. И есть, наоборот, тормозные гормоны, например, ацетилхолин или эндорфин. Они тормозят этот механизм. Вот этот фермент аденинациклаза, она постоянно создает специальное вещество. Вам не обязательно эти названия запоминать, но принцип понять. Специальное вещество, которое в клетке активизирует различные химические процессы. Это как педаль газа в машине. Когда вы нажимаете на педаль газа, тогда топливо подается, и машина поехала. И запускается целый ряд самых разных химических реакций. Клетка начинает работать, работать, работать. Но если есть педаль газа, то ни один разумный водитель не сядет никогда в машину, не проверив, работает ли тормоз. Должен быть тормоз. Поэтому такой тормоз тоже есть. Есть специальный фермент фосфодиэстраза, который постоянно этот активатор циклического АМФ разрушает. Это педаль тормоза. То есть подошел сигнал, создалось какое-то количество, нажали на педаль газа, отпустили, и потом разобрали его все, и притормозили. Если дальше мозг не подает сигнала вперед, давай работать. Что делает кофеин? Он приходит в любую клетку вашего тела и разрушает вот этот фермент фосфодиэстраза. Он блокирует его. То есть он берет и перерезает просто тормозной тросик в клетке. Представьте, вы едете за рулем машины, а у вас не работают тормоза. Газ работает, а тормоз нет. Далеко вы едете на такой машине? Вот так работает организм. Вот механизм благотворного, целебного действия этого чая, всего, что вам так рекламируют. Поэтому вы должны знать, что это просто убийственно для вас. Это просто работа на износ. Это просто как загнанная лошадь жить. Кроме того, вы должны знать, что установлено кофеин увеличивает апоптос остеобластов, то есть убивает ваши остеобласты, которые должны ваши кальции в кости откладывать, и мешает вот этому процессу минерализации. И также установлено, что кофеин задерживает развитие хрящевой ткани, то есть мешает регенерации ваших межпозвонковых дисков. Поэтому я всегда людям задаю вопрос, имейте здравый смысл, подумайте, нужно ли вам это. Зачем пить то, что вас убивает, если есть очень много хорошей здоровой альтернативы? Есть масса напитков, которые можно пить, и наслаждаться этим, и при этом не иметь никакого вреда. Слышали про кероп когда-нибудь? Это замечательный заменитель шоколада, очень полезный, кстати, к бобовым относится. Очень полезная вещь, можно очень вкусно делать. Разные травяные чаи, плодовая ягодная и так далее. Также ученые выяснили, что избыток соли, чрезмерное употребление соли, тоже связывает кальций, выводя его из кости. Поэтому старайтесь как можно меньше соли использовать. Пусть на вашем столе вообще солонка не стоит. Только небольшое количество употребляйте, когда готовите пищу. Избыток фосфора выводит из вашего организма кальций. Фосфора очень много в разных газированных напитках. Его туда добавляют в ортофосфорную кислоту. Также в больших количествах содержится в мясе и молочных продуктах. Поэтому если вы много мяса и молочных продуктов едите, то вы будете терять кальций. И в странах, где очень много употребляют молочных продуктов, больше всего остеопороза. Хотя вам рассказывают немножко по-другому. Поэтому дело на самом деле не в том, сколько вы кальция съедите, а дело в том, сколько вы кальция не потеряете, а во-вторых, сколько из того, что вы съедите, туда попадет. А попадет оно только, если кость будет испытывать нагрузку, когда вы даете им нагрузку, когда вы их тренируете. Еще одна вещь, которая похищает ваши кальций из костей, это избыток белка. Я вам уже это объяснял. И это причина, почему молоко не самый лучший источник кальция. Потому что вот эта избыточная кислота, которая образуется, вот и аммиак, и кислота, которая образуется из избытка животных белков, они же должны чем-то гаситься. И организм использует кальций, чтобы их погасить. А где он кальций этот берет? Из кости. Поэтому вы теряете свою кость. Вот почему я так вот вам это объяснял и рассказывал. Кроме того, установлено, что гомоцистин, который образуется также при употреблении продуктов животного происхождения или при дефиците B12, сам непосредственно мешает работе остеобластов и нарушает кровообращение в кости. Теряете питательные вещества. Поэтому с белком нужно быть очень осторожным. И не стоит злоупотреблять этим. Помните, мы говорили норму, да? 0,75 грамм на килограмм массы тела. Но и дефицит белка тоже будет приводить к потере кальция. Поэтому нужно его получать, но нужно получать из хороших источников. Где хорошие источники кальция? Где взять хороший кальций? Очень много кальция во всех зеленых листовых. Но у вас с этим проблема здесь, я так понял? Да, во Владивостоке? Или нет проблемы? Нет проблемы? Ну, замечательно. Очень много кальция в кунжуте. Очень много. Поэтому мы рекомендуем людям кунжут. И можно его молоть. Но его надо молоть. И каждый день можно вместе с льняным семенем. Перемололи и стоит у вас на столе. И вам льняное семя даст вместо рыбы вам эти все омега-3 жирные кислоты. А кунжут даст вам кальций. И вы будете иметь из хорошего источника. Во всех сухофруктах много. Но самые лучшие источники это кунжут и зелень. Больше всего. В семенах подсолнечника тоже есть. Вы должны также следить за тем, чтобы вы получали достаточно витамина D из солнца. Если нет, то тогда нужно принимать его в добавках. Это очень важный момент, потому что без витамина D кость тоже будет разрушаться. И очень важно иметь каждый день в питании свежие фрукты и овощи, в которых содержится витамин С. Он не только антиоксидант, но он еще нужен для того, чтобы создавать коллаген. И это тоже нужно для того, чтобы строить кость. Поэтому следите за тем, чтобы ваше питание могло таким быть хорошим, разумным, взвешенным. В заключении я расскажу вам небольшую историю. Наш проповедник постоянно рассказывает историю. Я решил, расскажу я тоже вам историю небольшую. Про жирафа-вегетарианца. Походил жираф на лекции доктора и решил, стану я вегетарианцем. На самом деле, жираф живет в африканской саванне. Он употребляет очень много жидкости, кстати. Он может неделями не пить, но потом может за раз выпить 38 литров воды. Но потому что ему, чтобы пить, нужно вот в такую позу встать, и он тогда не видит ничего вокруг. Его легко можно съесть, когда он вот так пьет. Поэтому он редко, только когда чувствует, что безопасно, сразу раз и 38 литров выпивает. Жираф спит всего лишь 2 часа в сутки. Но спит он вот так вот. Он ложит голову сзади себе на круг и вот так вот отдыхает. А все остальное время почти. Знаете, чем жираф занимается? Есть. Жираф является исключительно травоядными животными. У них такое строение тела и такая шея, что они позволяют дотягиваться до высоких деревьев, куда они достают все остальные. Но больше всего жираф любит акацию. Это самое любимое его блюдо. Он языком своим обхватывает такую ветку, тянет к рту, а его губы и ветка так устроены, что он не боится шипов. Они такие, там плотная кожа, и он не боится, что акация колючая. Ежедневно он должен съедать около 30 килограммов пищи. Непросто, да? Поэтому до 20 часов в сутки он проводит за едой. И при этом он вегетарианец, он никого не убивает и не ест мясо. Но как-то ученые застали жирафа за очень странным занятием. Они так были шокированы, они увидели, что жираф что здесь делает? Вид кто-нибудь? Кость обгладывает. Жираф. Жираф мясо не ест. А тут он кость обгладывает. Ученые были шокированы, они сфотографировали это и публиковали в журнале. Жираф ест кость. Да нет, пищи достаточно было. Зелени достаточно было. Но он вдруг почему-то стал есть. Когда они стали разбираться, то они выяснили, что из-за кислотных дождей в зелени очень упала концентрация кальция вот в той местности. И что-то внутри жирафа включилось и он получил сигнал тебе надо есть кость. Но вы должны понимать, жираф не ест кость никогда вообще. И мясо никогда не ест. И жираф не знает, что такое кальций. Но Бог заботится о всех животных. Поэтому он дал ему этот сигнал, что тебе надо пойти кость есть. И жираф не стал спорить с Богом. Он говорит, не, господи, ты что, я витарианец. Я, нет, ни за что в жизни. Он пошел и стал есть. Он не знает, что такое кальций, что ему нужно. Он просто слушает Бога. Бог ему говорит, тебе нужен сейчас кальций. Иди кость поешь. Он ест. Поэтому очень важно, чтобы мы были здравомысленными людьми. И чтобы мы всегда прислушивались к тому, что Бог нам говорит. И тогда мы не ошибемся. И тогда мы будем делать самые лучшие выборы в своей жизни. И наш организм всегда будет получать все то, что ему необходимо. Поэтому, как написано здесь, слушайтесь в глазах Господа Бога твой. Бог никогда не посоветует нам ничего плохого. Субтитры создавал DimaTorzok